Приветствую вас, Иоанна. Смотрите, я не очень понял, о каких именно переживаниях вы говорите. То есть вы говорите, что у меня есть переживания. Это я понимаю, но я не понимаю, какие именно у вас переживания, по поводу чего именно у вас переживания. Вы боитесь быть обмануты, но это лишь обращает только то, что по какой-то причине вы не доверяете своему мужу. Это говорит только о том, что вы по какой-то причине ему не верите. Ну, мне кажется, что нужно как минимум этот момент поисследовать. Почему вы не верите своему мужу? Какие у вас основания, которые, к примеру, ему не доверят? Какие у вас основания, к примеру, ему не верят? Своему мужу я имею ввиду. У этого, наверное, есть причина, почему вы ему не верите. А может быть, вы не доверяете сами себе. Это тоже вполне реалистичная ситуация. Так или иначе, я бы хотел несколько более конкретизировать. Проблема. Несколько более ее сконцентрировать. Потому что большая часть вашего текста посвящена описанию ситуации. Вот вы говорите. В этом году вышла замуж в Европе. Живем там же вместе с мужем. Какое значение для вас имеет замужество? И какое значение для вас имеет ваш мужчина? Как вы к нему относитесь? У моего супруга к счастью или не к счастью? Не могу сказать, как говорится, выплыла некая проблема из прошлого. Как-то к нам в дом заявилась его бывшая девочка. Придем с ее родителями и на руках с ребенком. Ребенку год. Устроили скандал, что это его ребенок, который платил алименты. Вот. История неприятная. Безусловно. Но вопрос здесь, наверное, в том, задевает ли вас это. Если да, то как? Так. У нас детство. Он при этом стоит на своем. Говорит, что ребенок не от него. И она его нагуляла, когда он был на работе. В другой стороне, что их ничего не связывает. И вообще на это никого из них не хочет. Я сидел, брат, уже смотрел со стороны на эту картину. Ну, шоковое состояние. Оно. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Весьма удобно. Тем, что. То. Можно. Избежать. Ответственности. Таким образом. То есть вот. Если я в сёке. То я могу не принимать какие-то решения. в сёке. Таким образом. Если я в сёке. То. то. Я могу. Вас что-то не отвечать. Не отвечать. Примерно. Вот. Ну то есть. Здесь. А. Нужно преследовать. Как Вы это. Воспринимаете. Опять же. Вот. Ну вот. Именно вот. Факт. Наличие. Того что это ситуация. Произошла. 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 Потому что, если вас это задевает, то ситуация, безусловно, неприятная. Дальше, значит, женат не был никогда, я первая его жена, также он не первый муж. Ну, здесь я, наверное, хотел бы спросить у вас, насколько для вас важен семейный институт? Вот, насколько вам важен именно вот институт семьи. И, соответственно, насколько вы, ну, боитесь поделать этот сам? Вот. Дальше. Так, они подали заявление, что суть на него, вот уже на днях должен быть суть. Он говорит, что идти не хочет, а заставляйте его, разрешите этот момент. Ну, видимо, что-то боится. Не совсем понятно, для чего вы его допускаете. А, для чего вы его заставляете. А, вот. То есть, зачем вы его заставляете. Для чего вы его заставляете. То есть, ну, это... Ага. Значит. Его дело. Это его... А, значит. Дальше. И не совсем понятно, почему вы пытаетесь его оставить. Вот, для, для чего вы пытаетесь его вставить. Дальше. Так, значит, эм, я сказал, что можно решить проблему, сделать ДНК-тест, будет все ясно, если его реберок будет платить алименты, если не его, восстать исчерп. Такое, он, так выражается, при этом, эм, говорит, что уже делал ДНК-тест давно еще, когда был с ней дет, сказал, что он не является отцом, она увидев это, разорвала бумаги, кинул его и вкинула ему в лицо. Эм, ну, смотрите, здесь вы занимаете роль спасателя, то есть вам, я бы здесь рекомендовал треугольных картмана и визит, эм, в первую очередь. Эм, ну, значит, так, вопроток, где это следует, где я вправду, а где у вас зная торговля, и как она ведет себя в этом состоянии? Как ведет себя, чтобы что? Мне исключительно некомфорт, только внутренне хочу быть обманутой в кругу, чем я сама, и вообще, как лично, вы это все воспринимаете, непонятно, непонятно. А, да, ну, он знает, что не врет мне, ну, то есть у вас проблемы с доверием, проблемы с доверием, в первую очередь, проблемы с доверием самой себе, то есть вы не доверяете самой себе с этим, и в первую очередь нужно разбираться. в первую очередь. Изначально я говорил ему, это твой ребенок, и он, значит, скажи мне сразу, не времени, я пойму правильно, такое бывает, но у нас есть пунктик на вранье. Ну, опять же, в случае, именно значение этого пунктика нужно исследовать. Так, значит, я пойму правильно, но ты со мной к местным отношениям отнимаешься. В общем, написано много, свечку я не держала, судить не могу никого. Вот тут только как мне быть внутренней самой, и как правильно реагировать не вовредь в себе. Слушайте, ну вы вряд ли можете заставить сюда. Как-либо реагировать, да? Вот. Мы не можете себя заставить. То есть, если вы, если вы как-то реагируете, что вы будете как-то реагировать вопрос в том, что, вопрос в том, что вызывает такую реакцию. Вот. Это нужно, это нужно, нужно исследовать. Что именно, что именно конкретно вызывает такую реакцию. Вот. Вот, вот, в принципе, то есть я могу вам сказать. Проблема сейчас в моих переживаниях, которые при меня. По поводу чего переживания? Я, ну вы ничего не говорите. Их нужно прожить и разобраться с ними. На этом числе. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.